Ближайший тренинг в Красноярске предназначен только для владельцев бизнеса или он может принести пользу кому-то еще? Ближайший тренинг в Красноярске, он, наверное, далеко не только для владельцев или управляющих бизнеса. Это и для тех, кто хочет начать, и для тех, кто хочет укрепиться. То есть смысл заключается в том, чтобы иметь возможность создать и иметь возможность стабилизировать и развить имеющуюся. А на какой стадии бизнеса нужно учиться? Смотря чему. Каждый уровень бизнеса требует своих предметных знаний. Давайте сейчас попытаюсь объяснить. Существуют кросс-функциональные знания, которые не зависят от уровня бизнеса, а существуют знания, которые нужны именно в соответствии с тем уровнем бизнеса, который вы осуществляете. И поэтому, впрочем, я думаю, что мы об этом поговорим значительно подробнее уже на самой встрече. В таком случае вопрос такой, как не заиграться с учебой и не превратиться в вечного студента? На самом деле, линия разграничения, вот это заиграться или не заиграться, она очень тонкая. С одной стороны, получается, что будущее нам не оставляет шанса, если мы не стараемся научаться практически каждый день 30-40-50 минут-час. А с другой стороны, есть действительно категория вечных студентов, которые начинают учиться, учиться, учиться и этим подменяют себе, собственно, занятия бизнесом. Как если бы вы учились есть торт, но при этом ели бы какую-то пенопластовую замену, то смысл заключается в следующем. Постоянные ученики – это форма инфантильности, это попытка удлинить себе выход в настоящий бизнес процессом обучения. Но и отказ от обучения приводит к тому, что бизнес не становится стабильным. Потому что все те проблемы, с которыми сталкивается бизнесмен на разных этапах развития своего бизнеса, они давно уже были кем-то решены. И должен прийти кто-то, кто даст вот этот вот антидот от тех ядов, которые разрушают ваш бизнес на нынешней фазе развития. Те люди, которые находятся у вас в консалтинге, в двухгодичном сопровождении, они ходят на ваши мероприятия офлайн? Или уже имея возможность общаться с вами лично, нет в этом необходимости? Для меня это всегда было удивлением. Я всегда думал, ходят обильно, и я не знаю почему. Я на сегодняшний день, я все время удивляюсь. То есть вот, ну и такое впечатление, ну в общем, как в старом анекдоте. Когда, значит, идет, значит, спаситель и видит побиваемую блудницу, и видит, значит, как, и он становится в ее защиту, произносит сакраментальную фразу, кто без греха, пусть кинет в меня камень. И вдруг видит, как с галерки какая-то женщина в таком накинутом на голову капюшоне, значит, в плаще накидки, наклоняется и берет камень. И он так туда. Мама, ну вы же видите, что я работаю. Ну я же вас спросил, ну не приходите вы. Так вот, когда клиенты приходят, это очень хорошо. Это несомненно. Еще такой вопрос. Вы уже не первый раз в Красноярске, и есть ли какие-то особенности у красноярцев в плане работы над тем, что вы им стараетесь передать? Понимаете, какая интересная штуковина. Я это уже говорил на каком-то из телеканалов красноярских, и повторю это сейчас. В Красноярске совершенно, насколько я знаю, отвратительная экологическая ситуация. Имеется в виду связанная с биологией. И в Красноярске совершенно какая-то удивительная ситуация, связанная с человеческим потенциалом. Меня это всегда удивляло. Когда-то такую роль в Советском Союзе играл Днепропетровск. Прямо было просто засилие днепропетровчан, ну теперь днепровцев, во всех министерствах СССР. Просто если ты хотел скакнуть в Москву, то тебе надо было из любой республики Советского Союза приехать поработать в Днепропетровске, и оттуда тебя как пылесосом вытягивали наверх. Удивительная вещь. Просто была как целая когорта днепропетровцев. Вот примерно все то же самое. В Красноярск он какой-то трамплин кадровый. То есть если зовут в Москву, надо ехать. Работоспособные товарищи, в общем. Да, они какие-то бойцовские и неподлые. Спасибо. Да, удачное сочетание. А в бизнесе и управлении бизнесом все законы стары как мир или со временем появляются новые? Нет, они стары как мир, просто их инсталляция в современности имеет, то есть адаптация их к современности имеет свои некоторые особенности. А вообще все старо как мир. Ничего нового за 10 тысяч лет не возникло. Насколько важно владельцу бизнеса учиться или есть здесь люди с природным талантом в этой области, которые не нуждаются в обучении? Людей, которые не нуждаются в обучении, нет. Точка. Вопрос выбора своей нормы и своего объема. И главное способа. Потому что, когда вы говорите, а я ничему не учусь, то уже сам факт нашей беседы говорит о вашем обучении. Еще такой вопрос. Все ли участники будут вовлечены в работу на тренинги? Отсидеться не удастся? Не, ну если... Нет, отсидеться не удастся, но я вам хочу сказать одну очень интересную историю. Просто в меня... Она меня рвала просто пополам. Значит, Екатеринбург. Ну это, не знаю, там лет 10 назад. Приходит какой-то чудак, не очень взрачный. И садится не всюду, где все, а куда-то в угол забивается и там тихонько-тихонько сидит. А я у строителей спрошу, а кто это? Говорит, а это там директор одного большого лакокрасочного завода. Я говорю, а что он там сидит? Он говорит, ну... Он попросил его не трогать, ему не это, значит... Ну хорошо, ну... Ладно. Я, значит, приезжаю там, не знаю, где-то через полгода, через год. Снова он. Снова там сидит в уголочке. Я говорю, а что он опять там сидит? Говорит, а вы знаете, у него продажи выросли в 4 раза. Я говорю, понятно. И? Чего же он не садится, ну, где все? Он говорит, ну, у него такой способ восприятия информации. Для меня это тогда просто порвало. То есть, оказывается, человек, который вот там сидел тихонько и просил, не трогайте, не спрашивайте меня ни о чем, я ни в чем участвовать не буду. Оказывается, такой способ, вот такой интроверт, вот такой глубочайший интроверт, тоже совершенно спокойный, успешный, великолепный бизнесмен. Угу. Ну вот, несмотря на заявленную программу, вы всегда удивляете участников своим каким-то определенным подходом к заявленной теме. И будут ли в этот раз сюрпризы? Не будем раскрывать, может быть, какие, но будут или нет, интересно. Промолчу. Смайлик. Промолчу. Еще раз, а то у меня наложился голос. Промолчу. Хорошо. Я знаю, что вы сейчас начали работать с студенческой аудиторией, с магистрантами. Чем вас эта публика привлекает и чем вы им полезны? Они максималисты, они бойкие и они живые. С ними не соврешь. Они фальшь чуют. То есть, можно так сказать, что это для вас своего рода такая лакмусовая бумажка? Нет. Я им нужен больше, чем они мне. Согласна. Ну, пока у нас здесь будет собеседование в Торговом университете во вторник. А там посмотрим. Продолжение следует.